здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодняшнее видео посвящено доллару дело в том что у нас люди традиционно когда возникают какие-то проблемы с акциями все падает стремятся закупить доллары и это в принципе нормальная реакция она привычная и совершенно логично также люди точно поступают во всем мире но надо ли прямо сейчас покупать доллары давайте обсудим что будет с долларом вот в ближайшие дни я считаю в частности что ну стоит немножечко подумать прежде чем покупать доллары и я думаю что подумать либо до вторника либо до четверга стоит ну по крайней мере что будет дальше я сказать не могу но вот прямо сейчас я бы вам советовал подумать почему сейчас вы знаете что все акции падают коронавирус замедление производства во всем мире поэтому значит все это падает и когда все акции падают что делают или там заменять замедление производства что делают страны все которые существуют но для того чтобы остановить это падение они стремятся залить это дело деньгами то есть снижают ставку рефинансирования либо включают печатный станок и начинают выкупать бумаги на рынке чтобы остановить это падение мы наблюдали уже что когда индекс s&p 500 начал валиться то в сша созвали внеочередное заседание фрс и очень резко понизили ставку на пол процента сразу то есть обычно у них шаг это 0 25 процента сразу на внеочередном заседании понизили ставку на 0,5 процента это случилось также скажу 3 марта внеочередное заседание было к чему это привело это привело тут же к ослаблению доллара естественно ко всем валютам не исключая рубль в моменте там доллар к рублю упал на 50 копеек но потом снова отыграл потому что в общем то и индекс продолжил падение вот что произошло 3 марта так вот почему до среды потому что в среду намечено очередное заседание фрс 18 марта и все ожидают что на этом заседании фрс снова опустит ставку рефинансирование потому что спад вот в этих настроениях не удалось сбить пока то есть там немножечко он дернулся вверх потом снова пошел вниз это первое второе печатание долларов что произошло в пятницу вечером в пятницу 13 мы наблюдали дальнейшее падение индекса s&p 500 и в моем последнем видео я говорил что я вот сижу и в раздумьях что же делать потому что я поставил на падение всех индексов и когда фиксировать прибыль то есть когда вот это вот дно будет достигнуто и я решил что в общем сказать в пятницу стоит остановиться поэтому я ну как-то включил дельта динамическое хеджирование то есть зафиксировал ту прибыль которая ну то 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 чего достиг почему потому что я думаю что я решил просто что наверно центробанки предпримут какие-то очень очень серьезные действия и жизнь показала что я не ошибся уже после закрытия биржи там поздно поздно вечером или накануне закрытия биржи поздно 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 что сделал центробанк сша но они влили на рынок огромное количество ликвидности полтора там триллиона что ли долларов ну то есть сумасшедшее количество денег дали банкам на выкуп американских ценных бумаг дело в том что когда начинает падать и акции то естественно все начинают избавляться от акций и чтобы остановить вот это падение надо их выкупать вот на выкупы всего 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 на рынке было брошено колоссальное количество денег и к чему это привело давайте взглянем сейчас на индекс s&p 500 к чему-то привело поздно вечером вот посмотрите сейчас вы видите что вот он поздно поздний вечер пятницы 13 к чему это привело к всплеску на индексе s&p 500 что такое s&p 500 это сводные индексы всех акций давайте посмотрим в часовом выражении ну ну вы видите что он подрос подскочил к чему это приведет в понедельник на нашем фондовом рынке к тому что индекс ртс тоже подскочит что такое индекс ртс это акции выражены в долларах то есть доллар слегка должен опуститься ко всем валютам включая рубль это вот только от этого от от вброса ликвидности еще нет снижения ставки понимаете вот и немножечко стабилизируется рынке то есть акции немножечко подпрыгнут и российские возможно это первый фактор второй фактор ну снижение ставки который произойдет ожидаемо в среду 18 марта все закладывают снижение ставки фрс am еще на пол процента то есть это приведет к еще большему ослаблению доллара по отношению ко всем валютам вот такие соображения на ближайшее время ну а теперь давайте вспомним почему вбрасывается ликвидность ну потому что люди избавляются от акций но у нас то с вами я думаю что у многих у большинства людей российских но не так много американских акций с одной стороны поэтому не от чего избавляться но зато есть рубли которые падают и в паре доллар рубль есть одна сторона доллар про которую я уже сказал который должен немножечко опуститься и есть вторая сторона рубль вот рубль это чисто российская валюта чисто российская история и все страны для того чтобы повысить у себя покупки повысить рост экономики что делают ослабляют национальные валюты вот что делают страны и зачем зачем они это делают смотрите если национальная валюта становится дешевле то значит что импортные товары становятся дороже а что мы делаем когда мы вот мы все патриоты да вот мы такие все патриоты запутинцы и так далее но когда мы идем в магазин наш патриотизм куда девается куда то он улетучивается и мы стремимся купить всегда иностранные товары поддержать иностранного производителя где же наш патриотизм то есть мы хотим покупать иномарки мы патриоты такие да но мы покупаем иномарки мы покупаем импортная значит технику исключительно мы покупаем смартфоны я уж не говорю они исключительно импортные у нас просто их не производят мы покупаем импортную одежду стараемся и так далее и так далее так вот для того чтобы простимулировать развитие российской экономики конечно же выгодно понизить курс рубля но это приведет к росту всего импорта зарплаты при этом вряд ли повысится а чтобы что получится а получится то что жизненный уровень российских граждан еще больше понизится а к чему это приведет к тому что в общем сказать рейтинг путина опустится вот и власти это тоже не могут не понимать поэтому они будут действовать крайне аккуратно и будут стараться чтобы рубль очень резко не упал еще один фактор с рублем это нефть вы знаете что на прошлой неделе 6 марта все ждали на заседании опек было принято решение снизить добычу нефти для того чтобы стабилизировать цены на нефть которые начали падать в связи с падением в общем сказать но производства коронавируса и так скажем так ну еще разные страны но в основном это россия так вот россия сказала что мы не собираемся сокращать сделка была сорвана и поэтому вместо сокращения добычи нефти россия сказала мы будем ее увеличивать но арабы сказали ну тогда и мы будем увеличивать и цены на нефть обвалились вы знаете что основной приток доллара в россию он идет откуда от нефти но в основном да по большей части и мы обвалили вот этот вот приток денег к чему это должно было привести ну естественно к тому что поток денег прекращается и ослабление рубля у нас есть бюджетное правило что если цены выше чем 40 долларов за баррель то все что выше ну куда-то забирается там и соответственно бюджетное правило такое ну то есть цены рассчитаны на 40 долларов за баррель так вот они опустились что это значит это значит что доллары не будут извлекаться а рубль и слабеет но он ослаб ослаб вот уже это случилось когда повысятся цены на импорт но через месяц-два мы это увидим точно совершенно но понятно что резкое ослабление рубля тоже не выгодно но по причинам уже политическим поэтому что делает центробанк центробанк вместо того чтобы скупать доллары излишек долларов с рынка сейчас он начинает действовать в обратном направлении то есть выбрасывает доллары на рынок и путин уже собирал крупнейшие компании которые экспортеры которые не стремились продать свою валютную выручку на у нас в россии и накапливали доллары и у них у крупных компаний там у роснефти у сургут нефтегаза например да в частности в газпрома я думаю накоплены огромные запасы долларов кроме того огромные запасы долларов накоплены в центробанке поэтому вот сейчас со всеми ведутся переговоры о том что надо стабилизировать курс рубля не допустить резкого падения курса рубля и для этого продаются доллары в большом количестве для того чтобы сдержать вот это падение и смотрите но рубль уже упал с одной стороны америка немножечко хочет опустить доллар сильно она не может опустить она очень ограничены в этом смысле если она сильно опустит доллар там просто начнется катастрофа всемирного масштаба это вот точно совершенно они это понимают прекрасно они там умные и они за этим следят но с другой стороны россия стремится немножечко но остановить падение рубля поэтому я ожидаю что в понедельник курс доллар рубль немножечко понизится и возможно еще раз он понизится в среду что будет дальше я не знаю смотрите сами я думаю что цены на нефть в в ближайшее время не вырастут производство в ближайшее время вряд ли в мире начнет расти но понижать ставку фрс уже ну следующий раз сможет только ну там они не так часто во первых а вторых там уже предел снижения ну почти близок поэтому что будет дальше я не могу сказать будут американцы будут выкупать конечно же пытаться остановить вот это падением трамп приложит все усилия которые может но что будет дальше я не знаю но вот до среды по крайней мере прогноз вот такой ну и еще один момент по своем последнем видео когда я рассказывал там что я значит думал когда мне остановиться когда вот но выйти из моей стратегии то очень характерный вопрос мне задал один из моих подписчиков он говорит юра но ты хоть доллары то успел купить вот это интересный такой и весьма характерный вопрос вы знаете я вам могу сказать следующее что сделал я вот конкретно вот конкретно совершенно в этой ситуации я я в принципе не люблю доллары мне они не нравятся я их покупаю только тогда когда они мне нужны для того чтобы купить какие-то активы которые в долларах растут ну в частности например евро бонды это облигации в долларах то есть это доллары но которые сказать еще и увеличиваются не просто валяются так во первых во вторых на срочном рынке я уже говорил что в период когда все падает надо все делать на срочном рынке потому что на короткий период доллары конечно лучше покупать на срочном рынке потому что их можно купить но намного больше скажем в десять раз то есть имея денег на тысячу долларов можно купить скажем десять тысяч долларов и получить прибыль с 10 тысяч долларов но это только внутри срочного рынка то есть мы получили прибыль начнем и купили вот много долларов там нет плеча вот в чем дело там нет процентов за кредит то есть мы покупаем фьючерс на доллар например это самый популярный сейчас инструмент как вы понимаете и после того как этот фьючерс То есть вырос, мы его продаем, фиксируем прибыль от 10 тысяч долларов, например, и, соответственно, получаем вот такой эффект. То есть доллар надо покупать не в банке, а на бирже, а на срочном рынке. На срочном рынке. Это в короткую. То есть если мы хотим быстренько купить и вот на таких резких колебаниях заработать. Поэтому я работаю на срочном рынке, но даже на срочном рынке я с долларами не занимаюсь, потому что мне это, опять же, неинтересно. На срочном рынке, вы знаете, ну, во-первых, можно так заработать, да, то есть имея денег всего на 1000 долларов, можно заработать на 10 тысяч долларов, то есть в 10 раз больше. Но это простая, так сказать, такая технология, и вот этим занимаются абсолютно все. Но вы уже знаете, вот я рассказывал, что я, когда ожидал очередного падения вот этого, то, в общем-то, я стал вплотную заниматься опционами. Потому что на опционах можно заработать в разы больше. И я это сделал. Поэтому, значит, вот опционные стратегии, они дают совершенно шикарный эффект. Поэтому, что я делал? Я заложился на... Ну, сначала я думал, вот когда перед заседанием ОПЕК я вложился в то, что нефть не опустится ниже 44-х. У меня там при этом должна быть хорошая прибыль была. Но вы знаете, что она грохнулась намного ниже в результате срыва вот этой сделки. И на одном из счетов у меня возникла ситуация, когда, ну, маржин колл возможен. Вот когда вот это было резкое падение. И во вторник после 9 марта, значит, выходной у нас был. Там уже было все ясно. И я просто посчитал, посмотрел, насколько все это будет. Будет ситуация маржин колл. Поэтому, что я сделал? Я вывел доллары, которые были у меня на Санкт-Петербургской бирже. Они у меня просто лежали, потому что это была заначка для того, чтобы купить подешевевшие акции. Я вот эти доллары вывел и продал. И тут же их перевел на срочный рынок для того, чтобы избежать маржин колл. Вот что я сделал. То есть я не покупал доллары, а продал. Но я купил опционную стратегию. Ну, во-первых, я сбежал там. В частности, вот на одном конкретном счете там немножечко я ошибся. Те, кто на курсе по опционам знают, они в курсе. Вот. На всех остальных счетах у меня конкретный плюс. Такого плюса вы не заработаете ни на долларах, ни на фьючерсах на долларах. Вот что я хочу вам сказать. Там прибыль исчисляется сотнями процентов за месяц. Буквально. Ну, по некоторым инструментам, скажем так. Поэтому есть более хорошие, есть лучшие инструменты, чем покупка доллара и даже фьючерса на доллар. Ну, в частности, скажем, это индекс РТС. Вот все ожидали там, ну, доллар может вырасти, может упасть и так далее. Нефть может туда, может сюда. Ну, вот то, что я ожидал однозначно, и практически полностью я был в чем уверен, в том, что вот индекс РТС уж точно не вырастет. И я заложился на то, что индекс РТС будет падать. И он не просто упал, он грохнулся. Вот, поэтому это было намного интересней. Результат мы будем наблюдать. То, что я говорил в пятницу, 13-е, это когда остановиться, когда будет дно по индексу РТС. Я решил, что я остановлюсь вот в этот момент. И вы видите, что я был прав. Вот, индекс S&P 500 упал, и это было минимальное падение. В общем, минимальная точка. Что с РТС? Давайте посмотрим. Вот он индекс. Сейчас я включу индекс РТС. Это недельный график. Вот он падает. Где дно? Давайте посмотрим. Это недельный график. Масштаб уменьшаем до 4 часов. Вот здесь я решил остановиться на 991. Вот примерно вот здесь я решил остановиться. Я считаю, что это дно. И мне кажется, я был прав. То есть, скорее всего, он подскочит. Скорее всего, он подскочит. Да, он уже подскочил, собственно говоря. Он уже несколько выше. У меня индекс РТС вот этот. Вот он. Вот он уже 106 730. А я его купил не на этом счете, а на другом. По 98. Где-то вот здесь. Ну, то есть, я был прав. Я зафиксировал прибыль. Почему я ее зафиксировал? Потому что в среду заседание ФРС, а в четверг, на котором тоже ожидается, что подскочит немножечко S&P 500, соответственно, и РТС тоже. А в четверг у меня экспирация по моей стратегии на опционах. Ну, в частности, по индексу РТС. У меня по индексу РТС на двух счетах стратегия. Там ожидается очень-очень хорошая доходность, которую вы нигде не найдете. Оставайтесь на моем канале. Я расскажу о том, сколько я получил. Ну, по оценкам это, ну, скажем так, не буду говорить много. Вот. То есть, я на этом падении не только не потерял, я очень даже прилично заработаю. Вот. Сколько наблюдайте. Я еще сам не знаю, потому что я не подводил итоги. Только пока оценочные суждения. Но точно будет известно в четверг, 19 марта, после 19 часов. Все это я планирую прямо в прямом эфире рассказывать. Но на курсе по опционам, который сейчас идет в полный ход, если вы хотите, то вы можете подключиться к этому курсу. Ссылочка вон там. Демитков.юр.ком. Центральная кнопка опционы. Для тех, кто закончил курс биржи для чайников, скидка 50%. И это существенно, потому что без курсов биржи для чайников, если вы не знаете, что такое КВИК, если вы не разбираетесь, как он работает, то, в общем сказать, опционы вам не имеют смысла. Но если вы знаете, что такое КВИК, то, в общем-то, опционы, это, друзья мои, это классно. Вот что я могу сказать. Поэтому вы это увидите точно совершенно, я вам это гарантирую. Там можно не просто заработать, а заработать практически гарантированно, заработать при любых ситуациях, если правильно научиться строить стратегии. И что самое интересное, при этом риски, рисками можно управлять настолько, что, ну, в общем-то, можно построить практически безрисковые стратегии. То есть риски настолько минимальны, могут быть в опционах, несмотря на общее мнение, что опционы это крайне рискованная штука. Так вот, если в них разбираться, а я в них разобрался, то риски можно свести к минимуму. Но не пытайтесь это сделать самостоятельно, просто покупкой опционов в погоне за прибылью. Вы точно совершенно разоритесь. Это делается не так. Покупаются исключительно стратегии на основе опционов. Вот что я могу сказать, потому что пока я покупал просто опционы, я все время терял деньги. Сейчас я научился на этом зарабатывать. Поэтому курс по опционам, вот я на этом и рассказываю о том, как строить стратегии. Ну, а на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. В среду будет крайне интересно и в четверг. Поэтому оставайтесь на моем канале, я буду держать вас в курсе. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи.